Добрый день, Николай Евгеньевич. Дорогие друзья, профессор, психолог, руководитель международной школы STEM-образования, профессор Николай Евгеньевич Симонович. Откликнулся, это же чудо такое. Вот помните, я в одном из роликов говорил, ищу людей, которые также беспокоятся за наше будущее, за наше образование, здравомыслящих людей. И вот вдруг, вот, пожалуйста, профессор, психолог, который занимается междисциплинарным подходом к наукам. Сейчас мы попросим Николая Евгеньевича сказать, что это за школа, что значит, вот тут у меня записано уже полноценное планомерное обучение, включающее в себя изучение естественных наук, совокупность инженерии, технологии, математикой, представляет собой STEM-образование. Это обучение учащихся с применением междисциплинарного и прикладного подхода. И оно представляет собой смешанную среду, которая позволяет на практике продемонстрировать, как данный изучаемый научный метод может быть применен в повседневной жизни. Что это означает? Добрый день, дорогие друзья! Я очень рад, что я познакомился с Хасаем Магомедовичем. Я увидел его ролик, давно слышал об этом методе. Но так получилось, что я включил ролик, и Хасаем Магомедович приглашает к сотрудничеству. Мне захотелось откликнуться. Мне нравятся новые направления, мне нравятся новые интересные знакомства, новые интересные методы, которые применяются в психологии. Я понял, что сочетание ключа обнуления человека и моя школа, которая развивает человека, дает ему возможность понять себя от момента рождения до момента ухода в другой мир, это все сочетаемо. И все это приходит, я применяю на практике. И вот уже когда мы познакомились с Хасаем Магомедовичем, я попробовал со студентами. Мы перед началом лекции провели упражнение ключ, стандартное упражнение ключ, объяснил им, какие кому подходят, они сделали свое упражнение, и получилось великолепно. Они сидели умиротворенные, они расслаблены. И все то, что я им говорил, они все воспринимали. Воспринимали на ура. Николай Евгеньевич, я хотел бы немножко, вот у нас иногда новички новые заходят к нам в школу Человек будущего, в которых они могут не сориентироваться, что значит обнуление, что значит расслабленные. Речь идет вот о чем. Еще в 96-м году в книжке «Защита остается» я писал, что если до урока и после урока, пять минут позволить студентам, детям, кому угодно, чтобы лучше материал осваивался, снять зажатость, снять нервномышечный зажим и сделать маленькую микроразминку, то урок идет эффективнее и навыки вырабатывается лучше. Я это демонстрировал много раз и во многих школах, и быстро я когда работал, и в Нижнем Новгороде я работал профессором на кафедре жизни поддержания, здоровья сбережения в институте развития и образования. Я почему на этом как бы заострился, потому что на самом деле иногда люди не понимают, что значит обнулиться, быть пассивными на уроке. Это что, им потом внушать, что ли? Нет, нет, речь идет о другом. Речь идет о том, что говорил Станиславский. Он обучал людей, актеров, чтобы они быстрее входили в роль, снимали нервномышечные зажимы. Да, и поэтому у нас эта синхрогимнастика у профессора Матвеева Анатолия Петровича уже в учебнике, она в российском учебнике по методу Ключева, там по саморегуляции для детей 9-10-11 классов. И вот я так рад, что вы как раз таки это применили для студентов. Действительно, любая разминка перед любой работой. Вот раньше у станка человек работал, руки потирал перед тем, как работает. Спортсмен в воду, когда прыгает, делает упражнения для раскрепощения. Так же и в школе нужно. А вот интересно то, что вы мне для этого рассказывали. Вы сказали, что есть три поколения. Взрослых, бабушки, там потом отцы, матери и теперь внуки. И вы говорили мне отдельно, вот мы когда разговаривали, что можно как раз таки с помощью ключевых упражнений, где каждый по принципам ключа подбирает именно свои, то можно их всех вывести на один уровень взаимопонимания. Вот, пожалуйста, по этому поводу скажите. Да, ну это вот образно говоря, вот теперь у нас очень много идет разговор о поколении X, Y, Z и Альфа. И мало в школе не уделяют внимания этому, забывают о том, что разные поколения. И стараются по-старому относиться к школьникам. Я это вот заметил среди студентов. Четвертый, третий и первый курс абсолютно разные. Хорошие ребята, хорошие. Ну, они, у них разные стимулы, разные у них цели, разная мотивация. И вот я могу так классифицировать для себя, классифицирую, что семья, дедушка, бабушка, папа, мама, внуки, дети, внуки, правнуки. И вот можно в одной семье объединяется, как были быки, лошадь с телегой, автомобиль Жигули и электромобиль. Они все транспортные средства, все движутся вперед, но с разной скоростью. И синхронизации нету, и нету единомыслия. Потому что каждый помнит свое, и каждый считает, что его транспорт лучше. И вот как раз при помощи ключа у нас проходит обнуление. Мы становимся все на один уровень, и на этом уровне, так как дроби, мы делаем дроби, мы находим общий знаменатель. И вот при помощи метода ключ, мы находим общий знаменатель, и дальше мы уже начинаем складывать, умножать, и все прочее. Идем, понимание в одном направлении. И тогда конфликты. На практике со студентами, когда вы там сделали, как это выглядело? Вот со студентами я, например, давно практикую следующее. Вот почему вот это STEM-образование. Со студентами я давно практикую. Мы проводим теоретические занятия, потом я договариваюсь на предприятие. Мы приходим на предприятие и проводим научно-практические занятия. Студенты видят, чем они будут заниматься по своей профессии, как люди работают. Мы берем у них тех заданий, что надо знать для этой профессии. И дополнительно факультативно мы догоняем вне учебное время. Я им все рассказываю, показываю, и получается, что они уже готовы к новой работе. Но еще интересно, что применяя вот этот метод ключа, они делают упражнения. Каждый свое, кому что подходит. Они становятся раскрепощенными, сидят и воспринимают. И воспринимают, буквально воспринимают, не заучивают, а понимают, о чем идет речь. Вот это главное я хотел подчеркнуть, что как раз таки вы по существу учите их не шаблонному мышлению. Не, не шаблонно, не стереотипно. А осмысленному пониманию предмета. А вот чтобы человек мог осмысленно понимать, ему надо снять шор, снять стереотипы. Расширить. Выйти из каких-то стереотипов. Да-да-да, вот это здорово. Просто прекрасно. Так и вот еще одно новшество. После того, как применили ключ, позанимались, они все понимают, они не заучивают. А на конкретных примерах, как это можно применить в жизни, применить на практике. Плюс, когда заканчивается лекция, у нас остается 10 минут. Я включаю запись. Там, где я пою, у меня тоже открылся дар. Вы пользовались ключом и знали петь, да? Да, я начал петь. Вот, и я пою, и они смотрят, они слушают песню. Они понимают, что мы на одном идем с ними. Мы в электромобиле, вместе с ними электромобили. Мы не смотрим вперед. Я меняюсь, они меняются. И потом на следующий день, на следующее занятие, когда у нас есть, они готовят номер. И мы слушаем в конце их песни, выступления. И плюс ко всему, мы там вырабатываем, есть предмет у нас, невербальное общение. Мы танец, делаем танец, выражаем как общение. В общении в виде танца. Опять те же методы ключа применяем. Это у вас получается такая смешанная среда, где вы одновременно с наукой, одновременно с какой-то прикладной методикой. Вы еще, применяя ключ, создаете такое междисциплинарное, мультиэффектное общение, когда они росли почемнее, и одновременно у вас и психологическое состояние у всех. То есть вы как семья становитесь, что ли? Да, на одном всем и на одном языке мы говорим. Это теперь называется, очень много про это говорят, soft skills. Это другие навыки. И вот это когда все в комплексе проходит, и они, конечно, приходят. Вот кто-то жалуется, студенты не ходят на занятия. Приходят все, когда интересно, они приходят все, они знают, что это им в жизни пригодится. И даже кто пропустил по каким-то объективным причинам, они потом просятся, можно ли повторить, дополнительно там звонят. То есть вы внесли в понимание нового предмета какого-то там. Любого предмета. Какого-то прикладного. Жизнь в мысли. Жизнь, да. Да, но это очень здорово, правда-правда. Даже. Да, за пример спасибо. Еще один пример какой-нибудь приведите, пожалуйста. Ну, еще пример. Я, в общем-то, например, рассказываю, как я поступал в той или иной ситуации. Очень много говорят, когда тебя там оскорбили, ты должен посчитать до 100, отойти. Оно все равношеньки вкипит. Я им привожу пример. Вот меня было оскорбили. В одном месте я сказал спасибо, в одном случае. А в другом взял и физически применил меру воздействия. То есть у вас выбор появился, да? Да, вот когда говорят, что я на твоем месте поступил бы так, это неправда. Потому что каждый находится на своем месте. И вы вот очень хорошо вы делаете, вы говорите, что каждый должен применять синхрогимнастику и упражнения свои, которые человеку свойственны. Подходит, да, подходит. Да, подходит. Не все же... Можно опять вот учить физкультуру, делай, как я. Потому что кому это подходит, другому нет. А чтобы было просто и очень эффективно, и чтобы за маленькое время перед любым уроком или после урока прийти уже в себя навыки, чтобы быстрее выработать. Ну, там действительно надо подбирать свои индивидуальные приемы. И мы по методу Круч учим критериям индивидуального подбора. Вот это при массовой школе крайне необходимы критерии индивидуального подбора. Да, вот как здорово у нас такой симбиоз получается. Я вас очень прошу, давайте мы еще раз с вами встретимся. Еще раз. Давайте, давайте. Вот очень интересно. Очень интересно это вот соединение двух этих методов. Это потрясающе. И еще одно. Многие запрещают студентам, ну, там, детям разговаривать. Слушайте, что я сказал. А мне, в общем-то, нравится, когда дети дискутируют. Когда они не согласны. Ну, это как раз принципы нашей школы. Диалог, когда можно задавать вопросы. Да, да, да. Это как раз и не так надо. Прошло то время, когда был профессиональный метод обучения раньше был в неподвижной позе. Это делали раба из человека. Он ретранслятором был. А мы пытаемся, вот здесь мы и сошлись. А мы пытаемся как раз таки, чтобы человек развивался как личность. Он тогда развивается, когда он спорит. Я наоборот говорю, да, со мной не согласны. Это мое мнение. Это очень интересно. Я вам очень благодарен. Очень рад, что вы откликнулись на наши, как говорится, сигналы. Поэтому я вам жму руку, обнимаю и всем друзьям, коллегам. Всего доброго. До встречи. Спасибо большое, профессор. Спасибо. К тому же вы, академик Раен. Так что нашим друзьям, всем коллегам, участникам школы Человечка будет интересно поговорить с вами. Мы когда-то устроим Zoom. Они будут вам задавать вопросы. Вы им расскажете свой опыт. А мы расскажем свой опыт. Будем дружить. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо.